Всем привет! Сегодня я расскажу про то, как мы автоматизировали процесс создания набора данных на примере русского жестового языка. Пара слов о себе, о команде. Я занимаюсь компьютерным зрением в исследовательской команде девайсов. Занимаемся такими проектами, как матинг изображений, сегментация, портретная бьютификация, распознавание жестового языка, о чем сегодня пойдет речь. И также одним из наших важных треков является ML Ops и Data Engineering. За последний год мы собрали, разметили и опубликовали три датасета для различных задач компьютерного зрения. И сегодня поговорим о последнем из них. Называется он «Слово» и содержит видео, где люди показывают жесты из русского жестового языка. Также отмечу, что все эти наборы данных проходили через плюс-минус один и тот же pipeline сборы разметки на краудсорсинг-платформах. По плану сегодня так. Сперва в целом расскажу про задачу распознавания русского жестового языка, что она решает, зачем это делать и какие данные есть в этом домене. После в целом расскажу про процесс создания датасета и про то, как мы, собственно, все это дело автоматизировали. Пара слов о дальнейших планах и в конце ссылки на то, что из всего этого в открытом доступе. Начнем с того, что вообще решает задачу распознавания русского жестового языка. Как и любая задача распознавания в компьютерном зрении, мы должны по какому-либо сэмплу, будь то картинка или видео, предсказать некоторую интерпретацию, ну то есть, что вообще там изображено или происходит. В задаче распознавания ржья сэмплами у нас являются видео, где люди показывают какие-либо жесты из ржья, и мы должны предсказать интерпретацию в русском языке. Как мы вообще начали заниматься этой задачей, год назад, летом, мы опубликовали самый большой датасет жестов в Hagrid. Жесты там были для управления девайсами, в виде конференции управлять и так далее. И в статье на Хабри нас начали спрашивать, подойдут ли эти жесты для перевода с языка слабослышащих. Жесты не подойдут, но нас эта задача заинтересовала, и мы начали смотреть, насколько это вообще нужно, кому это нужно, что с данными в этом домене, и как вообще эти задачи решаются. Ну и начали мы смотреть на эту задачу со стороны Сбера, зачем это может быть нужно Сберу, и узнали, что и в Сбербанк онлайне, и в некоторых офисах есть возможность пообщаться, позаимодействовать с сурдопереводчиком. То есть, в принципе, те люди, которые общаются с помощью русского жестового языка, они могут прийти там в офис, узнать что-либо о продуктах банка взаимодействия с сурдопереводчиком. Какая здесь вообще может быть проблема? Во-первых, далеко не во всех офисах есть сурдопереводчик, то есть, если в Москве с этим плюс-минус каких-то проблем нет, то кажется, что в регионах их намного меньше. Также далеко не во всех структурах есть сурдопереводчик, то есть, например, в тех же больницах, в том же МФЦ, в аэропортах может в штате не оказаться сурдопереводчика, и, разумеется, это усложняет жизнь людям, которые взаимодействуют с помощью русского жестового языка. Какие вообще еще задачи могут решаться в этом домене? Что касается именно распознавания, это может быть какой-либо образовательный сервис для изучения ржая, потому что жестовый язык в школах не преподается, это может быть сервис для общения через видеоконференции, или вот о чем ушла речь, сервисы для аэропортов, банков, МФЦ и так далее. Также более сложные задачи – это синтез речи, то есть мы предсказываем не текст, а речь, и, собственно, генерация видео. Теперь давайте посмотрим вообще, зачем нам создавать данные, и что вообще происходит с данными в этом домене, какая там вообще есть специфика, как их собирают, и какая здесь вообще есть сложность. Для того, чтобы это понять, мы сделали вот такую табличку. Здесь наиболее популярны датасеты жестовых языков, в различных странах. И, собственно, давайте посмотрим сперва на последнюю колонку. Это то, как датасет собирали, откуда они брали сами видео. Здесь можно заметить, что большинство из них записывались вручную, то есть авторы могли влиять и на сцены, и на классы жестов, и на людей, которые, собственно, на видео будут изображены. Это непосредственно плюс такого метода. Какая здесь может быть вообще сложность? Если мы посмотрим на колонку с количеством классов, видим, что максимально здесь это 2400, но понятно, что этого совсем недостаточно для того, чтобы построить какой-то уже хороший переводчик с жестового языка на разговорный. И все эти датасеты, если их хочется все-таки использовать для чего-то более точного, нужно масштабировать и увеличивать количество классов. И вот такой вот метод записи видео вручную, а видео может быть много, это, конечно, очень трудоемкий процесс. Также можно заметить, что некоторые датасеты состоят из видео, которые скачаны с интернета. Есть некоторые ресурсы, где есть короткие видео, где человек показывает жесты, им сразу же сопоставлен какой-либо класс, но обычно такие видео очень неразнородны и по бэкграунду, и по тем людям, которые, собственно, эти видео записывали. Также отдельно обращу внимание на то, что есть датасет, который собирался с помощью краудсорсинга, и здесь есть то же самое преимущество, которое было в первом методе. То есть мы можем влиять на всю контентную часть, от сцен до классов и людей, которые записывают видео. Но здесь есть еще такое преимущество, что когда мы будем данные масштабировать, а без этого никак, это не займет у нас много именно нашего времени. То есть это все дело можно автоматизировать. Вот о чем сегодня, собственно, и пойдет речь далее. Также для того, чтобы еще более полно понимать специфику таких данных, можно посмотреть на колонку с Signers. Это, собственно, столько людей, сколько записывали видео. Видно, что очень небольшое количество происходит это из-за очень большого разрыва сообществ, которые, собственно, используют жестовый язык, которые используют разговорный. И это, в принципе, тоже как одна из проблем, которые есть в этом домене. Ну и посмотрим на датасеты, которые хоть как-то связаны с русским жестовым языком. Два из них, можно заметить, что это казахско-русский жестовый язык. Он уже в России не используется, поэтому, собственно, смысл брать такие датасеты нет. Датасет, который первый за Руслан, он, в принципе, собирался под тематику в продуктовых магазинах, поэтому здесь тоже достаточно ограниченное применение. И в целом, что можно вообще сказать про эти датасеты, учитывая всю вот эту вот проблематику, как минимум количество записывающих людей, мы решили все-таки делать свой датасет, потому что легче масштабировать в разные стороны, то есть увеличивать количество классов, разнообразить там количество записывающих людей и так далее. Ну и небольшой спойлер. В первой итерации у нас тысяча классов, 20 тысяч видео и 194 человека поучаствовали в их записи. И, подводя итог, еще раз скажу, почему важно создавать свои данные. Во-первых, это возможность выбора класса жестов, записывающих. Это своевременное обновление, то есть увеличение и сэмплов, и классов, и разнородность по каким-либо характеристикам. Также есть возможность адаптировать под какой-либо домен. Например, если мы хотим построить сервис для банков, то это совсем определенный какой-то класс слов, фраз, и для этого можно создать какую-то мини-версию датасета. Ну и для того, чтобы вообще полностью понимать перед созданием датасета всю специфику и проблематику RGR, посмотрим на особенности. Во-первых, нужно понимать, что у RGR есть свой алфавит, называется он дактилем, и самое важное здесь – это первая строчка, что некоторые слова, они могут показываться только дактилем. То есть для них нет какого-то определенного жеста у RGR. И я еще попозже расскажу, почему это для нас проблема при создании данных. Следующее правило – они не особо пересекаются с русским языком, то есть как минимум нету различных жестов для интерпретации времени. Если мы на русском, скажем, я ходил гулять, то в русском жестовом языке это четыре жеста – я был ходить улице. То есть разница достаточно большая. Это тоже нужно иметь в виду. Самая большая, наверное, боль всего вот этого вообще распознавания русского жестового языка – это то, что есть множество диалектов. В России их около пятиста. Что это значит? Это значит, что для некоторых жестов, для некоторых слов в русском языке, в различных регионах используют различные жесты. То есть, в принципе, люди из разных регионов, они могут друг друга не понять в некоторых ситуациях. И тоже, собственно, расскажу попозже, почему это важно учесть. Ну и последнее, на что обратим внимание, это то, что в РЖЯ есть сложные жесты, и они показываются в совокупности нескольких жестов, для каждых из которых также есть в сопоставлении какое-то слово из русского языка. В чем во всем в этом проблема? Проблема выделена красным цветом, и сейчас про каждую расскажу. Во-первых, про диалекты. Если мы будем в датасет включать те классы, для которых в разных регионах используются разные жесты, и мы будем их включать в, собственно, в датасет, тогда у нас создастся внутриклассовое разнообразие, то есть модель, в принципе, не будет понимать какую-то связь между сэмплами одного и того же класса. И для того, чтобы этого избежать, в принципе, для каждого региона можно создавать какую-то отдельную версию датасета, то есть тех классов, которые специфичны именно для этого региона. Ну и мы, собственно, для первой версии выбрали самый используемый диалект, московский. Что касается дактиля и сложных жестов. Посмотрим на пример с лососем. В «РЖЯ» он показывается с помощью семи жестов. Это жест для слова «рыба» и шесть жестов для каждой из букв слова «лосось». Какая проблема здесь может быть? Если мы в датасет включим два класса, например, «лосось» и «рыба», то они у нас будут пересекаться по какой-то части видео, например, в слове «рыба». Это может запутать модель, и она будет путаться в этих классах впоследствии. То же самое с дактилем. То есть слово «лосось» и, например, буква «о» она будет пересекаться вот в двух жестах, потому что в лососе есть две буквы «о». Это может решаться эвристиками, и в нашей первой итерации мы пока не стали собирать какие-то сложные жесты, те, которые показываются с помощью дактиля, и вернемся к этому впоследствии. Ну и, собственно, перейдем к основной части, вообще к процессу создания датасета. Но и для того, чтобы начать собирать видео, нам нужно определиться, какие классы мы вообще будем собирать. Здесь сразу же напомню, что мы для того, чтобы собрать и разметить датасет, использовали краудсорсинг-платформы, и для того, чтобы показать людям, что нам нужно записывать, то есть какой жест, нам нужны шаблоны. Почему здесь не хватает только сказать, какой класс нам записать? Потому что разные люди, они могут жить в разных регионах и показывать для одного и того же класса разные жесты. Ну и, собственно, для того, чтобы люди понимали, что какой жест нам все-таки нужно записать, нам необходимы были шаблоны. Шаблоны мы брали из достаточно популярного ресурса Spread the Sign и выбрали часто используемые слова и фразы. В принципе, при создании датасетов в первой итерации всегда используют то, что чаще всего используется. После мы избавились от составных слов и тех слов, которые показываются с помощью дактиля, для того, чтобы избавиться от межклассовой идентичности, и получили тем самым тысячу шаблонов. Это и слова, и короткие фразы, алфавит, и цифры. Пайплайн, создание датасетов выглядит следующим образом и состоит из трех основных этапов. Здесь можно заметить, что мы использовали две краудсорсинг-платформы, и я еще попозже объясню, почему так. Сейчас кратко опишу каждый из этапов, и после посмотрим на то, как это реализовано с помощью кода. Первый этап. Необходимо собрать видео. Здесь исполнителям краудсорсинг-платформы давалось задание записать, собственно, короткое видео с жестом. Мы указываем жест в описании и также добавляем шаблон этого жеста. И важно сказать, что доступ к этому проекту имели только те исполнители, которые прошли успешно экзамен рожья. Экзамен рожья, я еще попозже расскажу, как мы его реализовали, но вот что важно. С помощью этого экзамена мы не даем доступ к проекту тем людям, которые вообще никак не связаны с русским жестовым языком. Но те люди, которые его знают или даже изучают, они могли этот экзамен пройти успешно. Но все-таки для того, чтобы повысить качество видео и в дальнейшем качество датасета, мы добавили этап валидации, потому что те люди, которые не пользуются русским жестовым языком в жизни, а просто его изучают пока что, они могли показывать видео не совсем верно. На этапе валидации исполнителям уже другой краудсорсинг-платформы предлагалось проверить видео, сопоставить его с тем же самым шаблоном, который был на первом этапе, и понять, правильно показан жест или нет. Доступ к этому проекту тоже имели люди, которые прошли успешно экзамены рожья. И, собственно, почему здесь разные краудсорсинг-платформы? Просто потому, чтобы не было пересечения между множествами людей, которые записывают жесты и которые их проверяют, чтобы не случилось так, что человек проверяет свое же видео. Ну и третий этап – это разметка временными интервалами. На большинстве видео есть такие моменты, когда человек подходит к камере или отходит от нее, и нам нужно отделить эти моменты для того, чтобы впоследствии научить модель разделять информативные кадры от неинформативных и, собственно, предсказывать лучше. Ну и посмотрим на все в отдельности. Начнем с экзамены рожья. Еще раз повторюсь, он отделяет, то есть делит всех заинтересовавшихся пользователей краудсорсинг-платформ, на две группы – это те, кто вообще не знаком с русским жестовым языком и на тех, кто его либо изучает, либо им пользуется. Выглядел экзамен следующим образом. Необходимо было по видео распознать показанный жест и выбрать из предлагавшегося списка. Да, и перейдем, собственно, к всем остальным этапам. Прежде чем начать, скажу, что вся реализация всех этапов основана на SDK двух этих краудсорсинг-платформ, которые мы использовали. И важно сказать, что у них очень схожие SDK, то есть, в принципе, мы один и тот же код могли использовать для взаимодействия и с одной, и с другой краудсорсинг-платформой. Для каждого из этапов у нас был базовый класс, который состоит из двух основных методов. Метод addTasks, который, собственно, закидывает на краудсорсинг-платформу задание, и getResult, с помощью которого мы стягиваем те результаты, которые получили на краудсорсинг-платформе. Ну и посмотрим на каждый из этапов в отдельность. Сбор видео, также мы называем это майнингом, и здесь функция tasks выглядит следующим образом. Мы всегда передаем некоторый таргет. Таргет — это у нас класс, то есть это может быть какое-нибудь слово «привет», нам для него нужно записать видео. И для каждого такого таргета мы формируем задание, которое состоит из двух частей. Описание, то есть что нужно человеку записать, жест для какого класса. И здесь sample — это, собственно, шаблон к этому классу. После того, как мы сформировали задание, мы их посылаем, учитывая некоторое перекрытие, overlap. Сейчас объясню, что это такое. Для того, чтобы впоследствии для каждого класса иметь несколько видео, ну, собственно, чтобы у нас модель вообще научилась распознавать тот или иной класс, нам необходимо иметь несколько видео на класс. Ну и для того, чтобы это получить, мы просто при отправке заданий на краудсорсинг-платформу дублируем каждое из заданий, то есть у нас видео для одного и того же класса запишут несколько людей. Нам необходимо было собрать 20 видео на класс, но и, зная, что у нас, в принципе, и на валидации могли отвалиться некоторые видео, и на разметки, мы собирали чуть более, чем 20 для того, чтобы их не пересобирать впоследствии. Функция getResult выглядит тут следующим образом. Все достаточно просто. Мы просто собираем все эти видео, которые получили, складываем их в базу для того, чтобы впоследствии на этапе валидации проставить им статус либо заасептить, либо зареджектить. Перейдем к валидации. Здесь функция tasks выглядит следующим образом. Мы достаем наши видео и тоже по указанному таргету отправляем их на краудсорсинг-платформу тоже с некоторым оверлапом. Здесь оверлап нам нужен немножко для другого. А именно для того, чтобы для каждого видео получить несколько ответов, хорошо там выполнен жест или плохо, для того, чтобы потом, по мнению большинства, более уверенный ответ получить, правильно выполнен жест или нет. Здесь у нас оверлап был равен трем, то есть, в принципе, три исполнителя для каждого видео предсказывали либо нам принять его, либо отклонить. Ну и getResult выглядит для всего этого соответствующе. Мы собираем для каждого видео по три ответа с краудсорсинг-платформы и, собственно, агрегируем их самым простым способом по мнению большинства, и ставим статус в базе либо accept, либо reject. Ну и в дальнейшем мы те видео, которые у нас зареджектились, мы их просто использовать не будем. Следующий этап. Этап разметки. Здесь, в принципе, все то же самое, что и в валидации, но единственное отличие. То есть, да, мы тоже посылаем видео несколько раз для того, чтобы нам предсказали несколько временных интервалов, чтобы мы их потом как-то там сагрегировали и получили более уверенный ответ. И, собственно, здесь разница состоит в методе агрегации. Понятно, что здесь использовать мнение большинства не получится, потому что мы имеем дело с интервалами, а не просто с каким-то там бинарным ответом. И поэтому для этого мы создавали свой алгоритм агрегации временных интервалов. Я еще попозже про него расскажу и сперва расскажу, как мы все это дело запускаем. Запускается каждый из этапов и каждая функция с помощью одной и той же строчки. Здесь в качестве степа это, собственно, стадия пайплайна, либо майнинг, либо валидация, либо аннотация. И в качестве команды мы указываем либо tasks, либо get result. Ну и все остальное это название проекта, какие классы, то есть таргеты, с помощью какой краудсортинг платформы мы это делаем. И, в принципе, все. То есть для каждого этапа нам достаточно запустить две строчки. Ну и вернемся к методу агрегации и разметки. Выглядит он следующим образом. Напомню, что для каждого видео мы имеем три интервала. Это начало, конец, жеста. И мы хотим как-то понять, насколько они консистентны между собой, для того, чтобы получить в итоге более уверенный результат интервал. Для этого мы делим все три интервала, то есть все вот эти шесть точек на два списка. Это список начал интервалов и список концов интервалов. И после каждый из списков мы проверяем с помощью такого условия. Мы смотрим на максимальное расстояние между самыми дальними точками. И если оно меньше 30 кадров, это просто подобранный порог, который нас устраивал, мы можем в принципе понять, что эта разметка консистентна, там кто-то ошибся не совсем на большое количество кадров, и, собственно, усреднить значение в каждом из списков и получить уже какой-то интервал усредненный. Если же разметка через это условие не прошла, мы ее просто выкидываем, благо таких было немного и делать мы ничего с этим не стали. Ну и в качестве кода это выглядит совсем просто, собственно, как и сам алгоритм, здесь, наверное, останавливаться отдельно не стоит. Ну и что у нас в итоге получилось, какой в итоге датасет по характеристикам? Как я уже говорила, это 20 тысяч видео, добавили к ним 400 видео, которые состоят из вот этих вот обрезков, где человек подходит к камере, отходит от камеры, для того, чтобы впоследствии научить модель разделять эти понятия, кадры. Ну и тем самым добавился у нас еще один класс. Большинство видео в вертикальной ориентации и практически все они были записаны в помещениях. Это, в принципе, такая специфика краудсорсинг-платформы, но для такой задачи, для распознавания рожья это приемлемо. Средняя длина видео чуть более чем полторы секунды и общая длительность датасета около 20 часов. Ну и парочка визуальных характеристик, по ним мы можем видеть, что 99% видео в Full HD HD формате и что при делении на трейн и тест мы позаботились о том, чтобы у нас тест был наиболее разнороден по юзерам. Юзеры это, собственно, те люди, которые изображены на видео. Ну и что мы со всем этим собираемся делать в следующих итерациях? Во-первых, увеличивать количество видео с 20 тысяч до 200, увеличивать количество классов до трех тысяч и более разнородным сделать датасет по записывающим людям. Также планируем понять, какие лучше использовать эвристики для обработки составных и показываем дактилей жестов дактилем. Также планируем использовать для всего этого трекинг кистей рук и поза человека, потому что это тоже может влиять на качество распознавания. Также более такая наупишная задача это понимание контекста и части речи предсказываемых токенов и собственно ускорение инфинеса для того, чтобы это плюс-минус все было ближе к реалтайму. На этом у меня все. Парочка ссылок. Первое на гитхаб, там код обучения моделей и набор данных и ссылка на наш телеграм-канал, телеграм-канал команды. Там в принципе делимся всеми наработками, задачами, вакансиями. Также у нас есть одна незакрытая вакансия, так что если кому-нибудь интересно поработать с распознаванием ржия, welcome. Вот, на этом у меня все. Спасибо, Карина. Задавайте свои вопросы. У Карины есть целых два подарка за лучший вопрос. Спасибо за доклад. Меня зовут Руслан как датасет. Мне интересует такой вопрос. Вы сказали, что есть русский жестовый язык, а есть язык жестов типа слабоговорящих или как-то так. Я даже записал сейчас. Короче, в чем разница между ними? То есть вы вот сейчас я скажу язык слабослышащий. Я вообще во всех случаях говорила только про ржия, то есть это в принципе язык, которым пользуются слабослышащие люди. Да, это наверное было не слишком очевидно. Да, слабослышащие как раз люди, которые используют русский жестовый язык для взаимодействия с другими людьми. Все, я просто это воспринял как различие какое-то. Да, да. И еще такой вопрос интересен, допускают ли люди неговорящие, которые не допускают ли они опечатки условно в жестах? Ну, то есть когда они какие-то показывают слова, они же могут неправильные буквы там использовать. Что вы с этим делаете? Имеется в виду люди, которые не знают русский жестовый язык? Нет. Ну, люди вам записывают какое-то слово при помощи дактиля. То есть один жест это одна буква. Они же могут неправильно путать буквы, допустим. И что вы с этим делаете? Ну, вот как раз таки валидация была для того, чтобы понять, насколько человек, который записывал видео, правильно это сделал. И вот тот человек, который валидатор, то есть он смотрит на шаблон, там точно все правильно, потому что эти шаблоны записывают сами люди, которые пользуются русским жестовым языком, которые могут обучать людей русскому жестовому языку и, собственно, сопоставляют вот эти два видео, и если есть там какие-то косяки, то просто его реджептят. Спасибо. Да, спасибо большое за доклад. У меня два вопроса. Первый это вот какие модели вы обучали и что получилось. И второй вопрос это получается русский жестовый язык можно переводить просто слово в слово, да, то есть просто если представить, что у нас был переводчик с русского на английский, то, наверное, просто пара русское слово и английское слово очень плохо переводило бы текст. Но получается в русском жестовом языке такой нет проблем. Правильно я понимаю? Ага, окей. Начну с первого вопроса. Вообще более подробно о всем этом почитать можно в статье на архиве. Ссылку на нее можно в принципе найти на GitHub. Но кратко расскажу, что учили трансформеры MVIT, SWIN и ResNet 3D. И лучший результат был у MVIT, 64 мин экрюси. Топ один. Что касается второго вопроса, здесь на самом деле все немножко сложнее, наверное, чем из русского переводить в английский или вообще любой разговорный язык, потому что здесь вообще какие-то свои, ну, не какие-то, в смысле, свои правила. Вот, что касается даже тех же времен, понятно, что здесь вот эта вот именно часть вот этого языка, она ближе к английскому, то есть там глагол сам не различается по там какому-то окончанию жестом, то есть один и тот же жест используется для этого глагола, просто добавляется какая-то приставка, которая уже идентифицирует само время, там прошедшее и так далее, то есть для этого уже используется различный жест. И вот это, если правило близко к английскому, то они совершенно не все такие, и там очень много всякого нужно учесть. Про это, да, был вопрос? Ну, то есть как вы грамматику добавите? Если сейчас у вас просто соотношение одно слово, одно слово, да, то есть у вас, если вы показываете жест, то сразу перевод, а потом человек покажет целое условное предложение, и как это перевести? Ага, понятно. Вообще для некоторых фраз, например, есть какой-нибудь один жест, то есть там, например, добро пожаловать, это не будет, там обязательно два жеста. Что касается предложений, здесь уже, наверное, больше в сторону NLP, и мы будем это отдельно как-то решать. Окей, спасибо. Карина, спасибо за доклад, было интересно. Скажите, пожалуйста, вы с лингвистами работали на тему того, сколько нужно в принципе классов, чтобы понимать человека, глухонемого, слабослышащего. Ага, вообще такого у нас какого-то числа, к которому мы вот прям движемся, пока что нет, но мы постоянно работаем с консультантами, которые либо знают русский жестовый язык, либо они его знают и могут обучать, то есть какие-то такие нюансы узнаем вот от этих людей. Что касается классов, ну, я думаю, что чем больше, тем лучше, и там уже, когда хоть немножко приблизимся к какому-то уже хорошему количеству классов, с помощью которого, которого в принципе достаточно для какого-то взаимодействия, то уже тогда, наверное, будем думать над этим. И еще один вопрос. На текущем этапе у вас входящий вектор для обучения это просто изображение без гистограмм, ну, движения, расположения пальцев вот без этого. В смысле, используем мы видеоряд или картинки? Нет, 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 нет. Есть же наработки, где позу человека, расположение ключевых точек используют, это тоже как бы можно считать вектором. да, да, это мы планируем использовать, в базовом варианте такого не использовали, просто закидывали видео без трекинга позы и там кистей рук, вот, и собственно, да, но планируем. Спасибо. Я сейчас, привет, спасибо, интересно было, вот, у меня знакомый занимался с текстовыми моделями и тоже с русским жестовым языком и он мне рассказывал, что когда человек не может, ну, не для всех слов есть жест и когда нету жестов, ты по буквам переводишь, вот, ну и собственно, допустим, как это повлияет на вас, если человек слово трава, ну, не жестом показал, а по буквам, вот, не будет ли это как-то аффектить на качество при инференсе? Это вот как раз-таки что касается слов, которые показаны дактилем, да, наверное, есть такое, что когда человек не знает какой жест, который подходит определенному слову, он показывает его дактилем и пока насчет этого не думали и в принципе мне кажется, что вот всякие такие нюансы, кто там знает жест, либо кто там знает дактилем и другие, что касается именно тех людей, которые вот с помощью жестового языка коммуницируют, мне кажется, их намного больше, чем вот это и да, вообще это все усложняет задачу и планируем все это как-то решать. Ну, жесты вы тоже собираете, кроме слов в плане сами буквы по отдельности? Да, у нас в датасете есть и дактиль тоже, то есть все классы для каждой из букв с определенным жестом. Ну, то есть теоретически тогда можно на постпроцессинге какой-нибудь лингвистической моделькой обработать? Да, я, собственно, когда говорила про эвристики, это, в принципе, то же самое, то есть мы просто предсказываем, ну, берем видеоряд, если там такая-то комбинация букв, то, собственно, мы можем предсказывать такое-то слово. Спасибо. Привет, я тоже Руслан. Прикольный доклад, на самом деле, не сталкивался так близко с жестовым языком, думал, что он вообще один, оказалось, что еще есть русский там по каждому языку, но я понял, что есть алфавиты и нужна объекция в жесты, но еще есть слова, то есть слова, которые, например, я пошел гулять, вот они от языка к языку различаются или же они как бы общепринятые там по всему миру и... По всему миру нет общепринятых, то есть там может быть что-то может пересекаться, но вообще для каждого языка это какой-то отдельный датасет, то есть здесь на самом деле даже для России чего-то такого объединенного не создашь, потому что есть диалекты. Ну и да, поэтому нельзя что-то вот такое общее для всего этого сделать, но как так. Да, понял. И вот еще один вопрос. Получается, вдруг возникнет потребность сделать распознавание, ну или генерацию, например, для другого языка, не русского, а того, которого нет в датасетах. Можно ли вот этот датасет или какие-то другие, какие-то комбинации использовать для, например, там, не знаю, татарского? Или же это NLP-шная задача, которая уже там в постпроцессинге решается и с текстом? Ну вообще, кажется, что в каких-то отдельных языках для каждого класса вот прям настолько какие-то специфичные используются жесты, что использовать датасет там другого языка не является возможным. Сначала, если использовать датасет, учить его для перевода на русский язык и потом уже в какой-то другой, но это все намного дольше и тут, наверное, более правильно создавать датасет для своего языка. Крутяк, спасибо. Привет. Вопрос. Ну, наверное, не столько по теме доклада, а просто интересная тема и вопрос в том, а важна ли рука, которая показывает жест? Ага. Вообще нет. То есть, если мы один и тот же жест покажем с помощью разных рук, это будет один и тот же, одна и та же интерпретация в русском языке. То есть, вот мы собирали там для каждого класса 20 видео, и мы потом использовали в качестве аугментации флип по горизонтали и тем самым могли учитывать, не учитывать сторону руки, не переобучаться на нее. Спасибо. А в других языках это может быть важно. То есть, ну, это я подвожу к тому, что выходит, если это где-то важно, то вашу модель придется существенно обучать, чтобы она потеряла эту инвариантность к флипу. Вот насколько это в других языках так, я, честно говоря, не скажу, но сходу кажется, что вряд ли есть вот такая вот необходимость показывать один и тот же жест, ну, один жест именно той рукой, которой необходимо. Вот. Спасибо. Да. Давайте последний вопрос. А, да. Ой, я хотел сейчас спросить тогда, можно ли сделать синтетический сет? Типа, если мы можем, если мы знаем, как выглядят все движения, то мы можем просто как-нибудь там нарисовать их векторно, потом наложить какой-нибудь генеративной модели сверху, какую-нибудь текстурку и сказать все, распознавая это. Хороший вопрос. Ну, вообще, пока что мы не уперлись в какое-то гигантское количество классов и можем там пособирать их, ну, реальные видео, то пока что в генерации, наверное, нет какой-то необходимости. Как бы тут, ну, самая такая большая, наверное, сложность вообще в домене это генерировать видео с жестами определенному классу. Ну, и, да, собственно, генерировать данные для самого распознавания, наверное, ну, то есть, мы будем решать более сложную задачу для решения более легкой. Хотел добавить, наверное, генерировать не стоит, учитывая то, как генерируется изображение пальцев. Да, ну, вот, кстати, что касается генерации рук, в Кандинском, в Новом уже использовали вот Датасет Хагрид, там полмиллиона картинок, и, в принципе, это там добросило в качестве генерации вот этих пальцев. Вот, ну. Спасибо. Карина, выбирай.